Здравствуйте! С вами программа «Будем здоровы» и я Наталья Войтюх. Мы в очередной раз будем говорить о том, как важно следить за состоянием полости рта. Ведь болезни зубов и десен также опасны, как и заболевания других органов и систем. Поэтому внимание следует уделять даже малейшим отклонениям. К сожалению, понимают это по-прежнему далеко не все, предпочитая эти к стоматологу только в том случае, если мучает невыносимая боль. И очень часто ее причиной является пульпит. Пульпит – воспаление сосудисто-нервного пучка, который питает и кровоснабжает зуб. Как отмечают специалисты, заболевание сложное и достаточно распространенное. Пульпит – это как последствия нелеченных кариозных полостей. Кариозные полости могут быть скрытые, явные. Человек может быть в потоке своих будней, не обращать внимания на то, что где-то болит от температурных раздражителей, не обращать внимания. И упускается этот момент, следующая стадия – углубление кариозного процесса и захватывание вот этого сосудисто-нервного пучка. Симптомы возникновения пульпита не могут остаться незамеченными. Они очень четко сигнализируют о необходимости лечения. Это боли, ноющие, самопроизвольные, усиливающиеся от холодного, горячего, при приеме пищи, когда что-то попадает туда, он начинает ныть. И, как правило, боль не проходит, а после устранения вот этих раздражителей она только усиливается. В таких случаях в стоматологической поликлинике оказывается неотложная помощь. Для этого достаточно просто обратиться в регистратуру. При острой боли у пациента сразу оказывается неотложная помощь. Регистратор регулирует процесс, знает, куда направить, какому доктору, чтобы оказать неотложную помощь. Они идут дополнительно к каждому врачу. На сегодняшний день на приеме у каждого врача до 30% пациентов с неотложной помощью. Плюс еще можно прибавить последующее лечение. Процентов 30-40 до 50 идет до лечивания, потому что у каждого пациента протекания пульпита есть сложности у тех, у кого сахарный диабет, у кого генетическая предрасположенность, у кого плохая гигиена. Идут осложнения, и лечение немножко удлиняется. Пульпит может возникнуть и у тех, кто тщательно следит за состоянием полости рта и зубов, соблюдая все правила гигиены и проходя профилактические осмотры. Причиной воспаления может быть травма. В таком случае тоже необходимо немедленно показаться врачу. Если не получить надлежащую помощь, воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму. Как правило, хроническая форма ничем не беспокоит пациента, только изредка где-то соходят те же самые раздражители, пища и все. Но это не значит, что проблемы нет. Проблема есть, она просто дремлет. Но рано или поздно пульпит проявит себя во всей красе и болезненной силе. Так, может, не стоит терпеть. Лучше прийти к стоматологу и решить проблему раз и навсегда. В филиале номер два Брестской стоматологической поликлиники сделают это быстро, качественно и абсолютно безболезненно. Лечение пульпита заключается в следующем. Делается обезболивающий кол и под местной анестезией проводится полное удаление нерва. С последующей пломбировка того канала, где был нерв, пломбировочным материалом и сверху уже восстанавливается пломба. То есть, как видим, благодаря использованию современных анестетиков, это практически безболезненная процедура, бояться ее не стоит, но и допускать лучше не надо. К тому же боязнь может привести к очень серьезным последствиям. Процесс пойдет дальше. Нерв, как правило, погибает, и этот барьер, которым служил нерв, он прорывается, и микробы уже находятся не только в зубе, но и выходят за зуб. А оттуда их достать уже очень тяжело. Можно спасти зуб, но это уже намного тяжелее, намного сложнее, и прогноз только ухудшается. Также могут быть изменения в кости, в костной ткани, также может и распухнуть щека, могут быть и другие гнойно-воспалительные процессы. То есть, можно с тяжело запущенным зубом даже попасть и в больницу. Не лучше ли вообще предотвратить какие-либо разрушительные явления в зубах, ведь это совсем не сложно, стоит только в свою повседневную жизнь внести несколько простых правил. Это прежде всего хорошая гигиена, каждый день чистить зубы, это щетка, паста и обязательно использование зубной нити. Если у пациента имеется кариес, лучше его полечить в начальной стадии. То есть, когда дырочка маленькая, вы приходите, делается уколчик, сверлится, ставится пломба и все. Проблема решается. Как правило, пломбы современные, хорошие, стоят долго и никаких осложнений практически не возникает. Иногда пациенты, которые в силу своего страха, боязни, идти к стоматологу, какие-то предрассудки, они начинают заниматься самолечением, чего я крайне не рекомендую, потому что начинают закладывать всякие лекарства, таблетки туда, прижигают. Они делают только хуже, обжигают себе слизистую и помимо того, что у вас болит еще зуб, начинает болеть еще и соседние окружающие ткани. То есть, это не лечит, может где-то чуть-чуть и притупляет, боль снимает, но, как правило, утерянное время только способствует нарастанию воспалительных явлений и ухудшению процесса. Что лучше, получить своевременную квалифицированную помощь или мучиться от боли и вредить собственному здоровью? Ответ очевиден. Каждый здравомыслящий человек должен понимать, с зубами шутки плохи. Бывают случаи, когда болезни зубов запускаются до такой степени, что приводят людей к инвалидизации. Кроме того, не надо забывать и об эстетической стороне дела. Вовремя не леченные, не ухоженные зубы выглядят, мягко сказать, некрасиво. Далее в нашей программе речь пойдет, конечно же, о детях. Рисковать и играть с их здоровьем тоже не стоит. Слишком большую цену можно заплатить, особенно в период подъема заболеваемости различными инфекциями. Паники нет, но в детские поликлиники увеличилось количество обращений с ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. Однако о вспышке гриппа говорить не приходится. Я хочу сказать большое спасибо тем родителям, которые дали согласие на то, чтобы привить детей против гриппа. Более 75% детей наших привиты против гриппа. И группа риска наша привита на 100%. На сегодняшний день, зная, что в Украине, в России выросла заболеваемость гриппом, уже гриппом, и доказано, что старый штамм вируса H1N1, так называемый свиной грипп, возвращается. Но белорусы, как всегда, оказались впереди всех наших соседей. Мы привили своих детей и взрослых такими вакцинами, куда входят все элементы, которые призваны для профилактики H1N1. Большинство родителей сегодня могут быть спокойны, так как их дети после такой прививки гарантированно защищены. А вот тем, кто еще не решился на вакцинацию и все еще считает ее вредной, учитывая обстановку в соседних странах, стоит задуматься. Хочется попросить особенно тех родителей, дети которых в этом году пойдут в детские дошкольные учреждения. В нашем арсенале есть прививки, которые на 90-95% гарантируют профилактику заболевания детей, посещающих детские сады, как то острыми республикторными вирусными инфекциями, атитами, фарингитами, гайморитами, пневмониями. И сюда же можно включить и менингит. Есть у нас вакцины, бесплатные вакцины и очень хорошие. Вакцина Hiberix, ActHib, бесплатная вакцина, но только желание родителей. Поверьте, что доктора и участковые медицинские сестры будут предлагать родителям сделать деткам трехлетнего возраста вакцинацию этими вакцинами. Это для профилактики, это для здоровья и сохранения жизни наших детей. Кроме гриппа и вызванных им осложнений, большую угрозу для здоровья детей представляет менингококковая инфекция. Ежегодно в Беларуси она поражает несколько десятков человек. Опасность не в уровне заболеваемости, а в уровне летальности. То есть это одно из тех заболеваний, когда летальность может наступить в течение нескольких часов от начала заболевания. Даже существует такое выражение, что человек за завтраком был здоров, а в обед он уже далеко не здоров, и причиной является менингококковая инфекция. Но и пик заболеваемости менингококковой инфекции – это февраль, март. И, как правило, менингококковая инфекция чаще всего встречается во время повышенной заболеваемости респираторными инфекциями, что мы, в общем-то, и видим на данный момент. Возбудитель заболевания – менингококк – бактерия, которая неустойчива к внешней среде. И это, к счастью, отмечают специалисты. Инфицирование происходит при длительном близком контакте с больным. Учитывая то, что чаще всего болеют дети до 5 лет, основными источниками их заражения являются близкие люди и сами дети. Заболевание чаще всего протекает в виде назофаренгита. То есть назофаренгит – это обычный кашель, насморк, может быть, небольшое повышение температуры, умеренная головная боль. То есть, в общем-то, это заболевание не отличается от назофаренгита в какой-то другой этиологии. И самые тяжелые формы – это генерализованные формы. То есть, когда менингококк проникает не только в носоглотку, но и проникает в кровь, и тогда развиваются генерализованные формы инфекции. Это может быть как менингококцемия, и это может быть менингит. Общая симптоматика очень напоминает грипп. Начинается все с резкого и быстрого повышения температуры. Эта температура сопровождается довольно выраженной интоксикацией. То есть, это вялость, слабость. И если температура даже снижается, то все равно сохраняются вот такие вот симптомы, которые должны насторожить. То есть, вот эти вот симптомы интоксикации, они очень часто не соответствуют повышению температуры. И через 6, 8, 10, 12 часов от момента повышения температуры, но это чаще всего так случается, может промежуток времени быть и больше. На туловище у ребеночка появляется сыпь. Сыпь чаще всего появляется на нижних конечностях, ягодицах, туловище. Сыпь чаще всего вначале не обильная в виде розовых пятен. Затем она в центре появляется геморрагия. Что такое геморрагия? Это высыпания, которые похожи на синячки. И причем, если их надавить, то они не исчезают. Эти признаки говорят о том, что ребенка необходимо срочно госпитализировать. Следует отметить, что при менингококцемии высыпаний может и не быть, но это не исключает немедленного обращения к врачу. А лучше заранее предпринять все, что может уберечь ребенка от заражения. Прививки от менингококковой инфекции есть, но для, скажем так, для нашего региона они, в общем-то, не актуальны. Поэтому в нашем случае это не допустить заражения ребенка мегококковой инфекцией. Ну, что это означает? Если мы знаем, что одним из проявлений мегококковой инфекции является обычный назофарингит, то есть если мама, папа, бабушка, дедушка заболевают, значит нужно либо прекратить ухаживать за ребенком, либо если это невозможно, одевать маску. Причем маску одевать правильно все время, менять ее через каждые три часа. То есть, в общем-то, это какая-то защита от этой инфекции. Кроме всего прочего, если у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки есть проблемы с лор-органами, то есть у них часто возникают ринит, риносинусит, ангина и так далее, то есть обязательно санироваться. То же самое относится и к кариозным зубам. Ну и, конечно же, как и в случае с другими инфекциями, не допускать посещения многолюдных мест. Вряд ли кто-то об этом задумывается, но к профилактическим мерам следует относить и питание. Ведь правильный рацион и режим приема пищи тоже формируют защитные силы организма. Продолжаем программу и поговорим о сосудистой сетке на лице. Почему она становится ярко выраженной? Можно ли избавиться от сосудистых звездочек собственными силами? И что может предложить современная медицина? Смотрите и узнаете. Нередко на теле просматриваются мелкие красные, а иногда и синюшные сосудики. Это расширенные капилляры. Особенно неприятно, когда сосудистый рисунок появляется на лице. Причем произойти подобное может и у женщин в возрасте, и у совсем молодых девушек. Эта проблема чаще всего существует у людей, которые часто прибывают на солнце, не защищая свою кожу. Часто ездят отдыхать в жаркие страны и опять же не пользуются кремами с защитными фильтрами высокой степенью защиты 50+. Это бывает у людей, которые, например, работают на каком-то производстве, где очень тепло. Такие, как, например, повара или в каких-то жарких цехах, где постоянно высокая температура, и из-за этого нарушается эластичность сосудов, и они постепенно расширяются, и, к сожалению, нарушается их способность к суживанию. Еще такое уже неприятное явление мы можем заметить у людей с тонкой, светлой, чувствительной кожей, и еще расширенные сосуды могут быть при различных кожных заболеваниях. Наиболее часто встречающиеся это розация или на слуху розовые угри. Многие женщины пытаются избавиться от сосудистых звездочек или, каких еще называют, паучков в домашних условиях. Специалисты констатируют, бесполезно. В домашних условиях мы можем только заниматься профилактикой расширенных сосудов, не забывать летом пользоваться кремами с высокой степенью защиты. В наших широтах можно пользоваться 30+. А если вы едете куда-то в теплые, жаркие страны, поближе к экватору, значит, защита должна быть высокая, 50+, и выше. Если вы гуляете в очень солнечный день, чтобы были какие-то шляпы с полями, это, конечно же, идеальный вариант. Ну и недолго пребывать на солнце. Что касается домашнего ухода за кожей, можно использовать кремы с витамином С, К и ПП. Они защищают стенку сосуда и не позволяют ему расширяться. И по итогу приводят к тому, что сосудики мелкие, которые уже были расширены, тоже могут сузиться. И в какой-то степени вот эти кремы с витаминами могут решить небольшие какие-то сосудистые дефекты. Если же очаги проявления большие и существенно портят внешний вид, лучше обратиться к врачу-косметологу. После осмотра и выявления причин будет подобран наиболее подходящий и эффективный метод решения проблемы. На сегодняшний день существует несколько способов удаления сосудов. Один из них – это электрокоагуляция или радиокоагуляция сосудом. Когда мы малюсеньким тоненьким электродом коагулируем, запаиваем сосудики, и они становятся незаметными на лице. Еще одна из методик – это уже использование лазера или АПЛ. Однако некоторым к процедуре удаления сосудистой сетки, возможно, придется вернуться не один раз, даже несмотря на качество ее выполнения. А виной всему наследственность. Очень часто вот эта вот тонкая стенка и способность к расширению, они передаются по наследству. И можно каждому посмотреть на своих мам, бабушек, папы. Это тоже может сказать о том, какого качества сосуды у вас на лице. Для таких пациентов очень важна профилактика. Она может отсрочить время визита к врачу и снизить остроту рецидива. Для всех, у кого есть расширенные сосуды и связанные с воздействием тепла, и с какими-то наследственными факторами рекомендуется пропивать аскрутин. Витамин С достаточно неплохо укрепляет сосудистую стенку и может помочь таким людям, ну, по крайней мере, не на 100% избавиться от этих сосудов, но чтобы не появлялось у них новых расширенных сосудов. Если же была назначена процедура удаления сосудистой сетки, то делать ее лучше осенью или зимой. В противном случае под лучами солнца на местах воздействия на кожу появятся пигментные пятна, что тоже неэстетично. Вот и все. Берегите здоровье, красоту, будьте счастливы и смотрите нас на тркобрез.бай. До встречи в эфире.